Любите блюдо из печени, но не знаете, как приготовить её, чтобы она была нежной и мягкой? Мой друг, наш кулинарный эксперт Винченцо Барбо прямо сейчас поделится секретами приготовления изысканного блюда, от которого вы просто в восторге будете, так же, как и наши сегодняшние гости. Винни, здравствуй! Чао, Надя! Здравствуйте, Юлечка! Здравствуйте! Ну, я-то Юлю немножко знаю, но пусть Винни подробнее расскажет, почему с нами Юля сегодня готовит. Юля – это наша свидетельница, которая написала в форме, что она хочет научить, как правильно готовить куриный печень. Поэтому я решил сегодня пригласить Юлю и вместе будем готовить. Юлечка, у вас такая коса необыкновенно красивая. Да, как у меня. Юлечка, если вы приготовите сегодня такое блюдо, о котором Винни рассказывает, и угостите своего любимого человека, например, то я думаю, что он будет в восторге и от вашей красоты, и от этого блюда. Итак, что нам нужно для салата? Куриный печень – 350 грамм, свекла отварная – 200 грамм, салат, грецкий орех, кунжут, горчица, лимонный сок, тимьян и сода. Вот это маленький секрет, что у нас печень получился такой мягкий, нерезиновый. Мы насыпаем сода и отправляем в холодильник час. Боже, какой интересный секрет. В готовом продукте не будет чувствоваться сода? Не-не, потому что мы потом будем просто промывать. Очень интересно. Я это уже приготовил заранее, сейчас там уже постояло, поэтому сейчас будем просто промывать. Юлечка, так а для кого, вы говорите, вы готовите для любимого человека? Да, для мужа. А сколько вы уже вместе? Ну, около двух лет. Думаю, что помимо романтики бывают какие-то и моменты споров, может быть, ссор? Ну, мне не нравится слово ссора, скорее разногласия. Ну, в основном такие очень мелкие бытовые вопросы, либо Лига чемпионов началась, футбол, все, что я говорю, плохо слышат. Ты один раз совсем обиделась, я готовила шоколадные фонданы, где очень важно было время приготовления. Точно, чтобы все было. И я попросила ровно через 12 минут, пожалуйста, там все, да, да, я говорю, а могу на тебя рассчитывать? Да, конечно. В общем, хожу, хожу, слышу, уже пахнет кексами жареными, вытаскиваю, они сухие, подгорелые. Я говорю, ну, любимый, ну, 12 минут, он говорит, ну, 12, 15, 18, это ж кексы. Я говорю, это не кексы. Смотрел футбол в это время? Что вы за мужчина, а, такие претензии. Подожди, Винни, ты же тоже любишь футбол смотреть. Я обожаю. Обожаю. И тоже забываешь обо всем на свете, ни о чем тебя не проси, когда ты футбол смотришь. Ну, конечно. Итак, печень промыли и промокнули ее, просушили слегка, да? Так, пожалуйста, вы можете просто от вашего свекла нарисовать кубик. Обожаю свеклу. Надочка, помоги мне, пожалуйста, просто надо смельчить. Кубиками или салонкой? Да, кубиками. Там всего лишь три ингредиента, да, и получается такой изысканный салат. Да, да, всего три ингредиента. Салат, печень, свекла. Очень полезно. Ну, орешки, вы знаете, что это мужской сель. Вот отварная свекла иногда получается такая водянистая, не очень сладкая. Как ее правильно отварить? А я обычно начинаю варить свеклу. Когда воды почти уже нет, то добавляю еще воду, добавляю чайную ложку сахара, белое вино. Еще 40 минут, и свекла будет такой... Так, надо, смотри, я сейчас просто начинаю обжарить печень. Ну, хорошо разогретый сковородек. Юлечка, а чем вы увлекаетесь? Ну, у меня профессия инструктор по йоге, поэтому... Профессионально йогой? Да, поэтому отсюда все мои увлечения. Здоровое питание, специи. Виня, а что с йогой у тебя не сложилось? Я не могу, я не могу быть спокойным. Ну, я такой, такой, у меня адреналина постоянно, да? Есть какое-то там, не знаю, упражнение, что я могу сейчас быть спокойно, и, не знаю, просто отключить все и готовить вот так. Есть абсолютно простой прием, почему-то никто не догадывался, что это тоже связано с йогой, знаете, ладошки. То есть на самом деле идет активизация биологических точек на ладонях, плюс удары освобождают лишнюю энергию. И когда ты делаешь это в паре, то вы обмениваетесь энергией, освобождаетесь от лишнего. Вот, прекрасно. Давайте. А ты умеешь? Давай. Так. Быстро. Подожди, меня начинает нервничать. Наоборот, наоборот. Это выходит, не нужна энергия. Но ты что-то почувствовал, Виня? Да. Да. Пока там печень обжаривается, давайте по чашечке кофе. Вы не против? Я не против. Виня, ну, конечно же, интересно узнать, откуда у тебя рецепт. Мы были с женой, спасибо, Надя, в Греции, в Атиме. Как все знают, что итальянец, такие темпераменты. О, да, Виня, мы знаем. Да? Я смотрел, я понял, что там официант начал смотреть на мою жену. Он говорит, слушай, а ты смотришь? Он говорит, нет, я ем. Это ты жене говоришь? Да, он. Я говорю, он тебе так просто смотрит вот так. Глазки строит. А я говорю, молодой человек, можно вас на минуту здесь? О, боже. Уже как итальянец, иди сюда. Почему вы смотрите на мою жену? Он говорит, нет, я просто смотрю, потому что такие красоты здесь бывают очень яркие. Я говорю, больше не смотри. Он бедный человек, просто перепуган. Так, да, все хорошо, больше не буду. Через пять минут он мне привозит такой комплимент от шеф-повар. Это был салат как раз с куриной печень, очень вкусно. И все, я начал просто дружиться с это шеф-поварем. Он рассказывал мне такой салат. Сейчас для меня это салат, когда я буду ругаться там свою жену, буду им просто ссориться. Это салат, который прямо поставит все на место. Салат примирения. Да, салат примирения, правильно. Но до какой степени нужно обжаривать вини, чтобы она сохранила вот эту мягкость свою? Именно до такой степени. Когда он будет такой коричневый цвет, значит, что он готов. Ну, есть такое и правильно, что куриная печень и говяжья печень можно кушать такой медиум, такой немножко... Чуть ли не с кровью, да. Да, печень свиная. Я вообще не люблю, поэтому я очень редко готовлю, но обязательно это как свинину. Все знают, что не надо кушать свинину там медиум, потому что там очень много бактерий и так далее, и так далее. Итак, печень для оригинального теплого салата у нас уже готова. Я уверена, что и вы сейчас вспоминаете оригинальные рецепты из своего домашнего меню. Хотите поделиться своим рецептом вкусного и полезного завтрака? Спонсор торговая марка Good Food дает вам такую возможность. Присылайте свои рецепты по адресу Добрая собачка.стб.юэй. А наши фитнес-тренеры оценят их. Сейчас мы будем резать печень соломкой. И потом осталось только соус, и все, салат готов. Так быстро? Вот как должна быть правильно печень. Розовенькая мустрит. Итак, Надя, пока Юля резит печень, мы начинаем готовить наш соус. Для этого нам нужно сок лимона 50 граммов, кунжут 1 столовая ложка, не жареная, оливковое масло 100 граммов. Мы соус готовим очень быстро и качественно, потому что у нас есть такой чудесный блендер. Это прекрасный способ смешать все ингредиенты быстро, без усилий с нашей стороны. Просто включим, и у нас сразу все получится. И горчица одна чайная. А горчица острая или мягкая? Острая. Это винни как для себя. Ну, если вдруг захочется не острый соус. Соль по вкусу. Перец. И соус готов. Ой, какой красивый соус. Можем уже приступать делать наш салат. Итак, возьму тарелку, выкладываем чуть-чуть листы салата. Наш соус, Надя. Уже вкусно. Потом. Секла. И печень. Тут, получается, мы можем по своему вкусу класть то или иное количество ингредиентов. И салат получается и вкусным, и полезным, и красивым. Для салата Афины возьмите куриную печень, свеклу, грецкие орехи, листья салата. Для соуса растительное масло, лимонный сок, кунжут, горчицу, соль, перец. Вареную свеклу нарежьте кубиками, жареную печень соломкой, грецкие орехи измельчите. Выложите все ингредиенты слоями. Затем смешайте растительное масло с лимонным соком и кунжутом. Добавьте горчицу, соль и перец по вкусу. Таким соусом полейте салат. Сегодня особенный день, когда я с радостью предоставлю возможность попробовать этот салат еще одному человеку. Это мой особый гость, и пусть это для вас будет сюрпризом. Встречайте! Спасибо большое. А это не рожа? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Это тебе. Спасибо большое. Леша, спасибо. Нам удалось сделать Юлечке сюрприз. Я сейчас все объясню. Дело в том, что Леша, зная, что Юлечка приходит ко мне в гости, написал мне письмо. Он понимает, что его любовь к футболу и невнимательность доставляют тебе неприятности. И он захотел перед всей страной помириться с тобой. Потрясающий сюрприз. Я мечтала об этом. Я думаю, мы будем как можно меньше ссориться. Будем мириться с салатом. Согласен. Привет, Ютьюб. Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал и ты узнаешь обо всем первым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!